привет давайте взглянем на бесплатные ассеты юля который раздает epic games ну и те которые бесплатные стали первое у нас это big niagara bundle здесь различные виды таких вот ниагарных эффектов чем симпатичненькие мы сейчас на них посмотрим их большое количество здесь как минимум порядка 150 одинаковых но с разными и машами то есть по сути там 500 если так посчитать большое количество папок и здесь которые вообще существуют да и в каждом по определенному количеству виду эффектов и естественно то есть мы сейчас все принципе открывать не будем просто посмотрим быстренько глобальненько так есть вообще симпатичная которым можно использовать космос как зарождался здесь у нас также все это вот космическое какое-то непонятно естественно очень сильные просадки если большое количество вот таких вот визуальных эффектов даже у меня сейчас кадров не знаю 15 наверно от силы но просаживается в общем прям чувствуется надо 20 падает так space space давайте black and white посмотрим что здесь такого она тоже самое только черном белом такие вот души вытекающие до из кого-то еще что-то подобное можно вытащить то же самое только белом цвете по сути просто цвет изменили хотя скорее всего все то же самое так это у нас что это такое constellations сейчас немножко будет подгружаться долго почему-то под завис потому что жуткие просадки в общем когда она загружается здесь здесь вот такое большое количество планет звезд и так далее да также есть эффект эффект микс хотя тоже все то же самое миксованы голограммы давайте посмотрим на голограммы что тут интересненького landscape вот таком виде все из обычных шариков состоит симпатичненько вот это скорее всего все это модели просто на них наложим такой вот не агаровый эффект то же самое здание только лишь с полосочками здесь отдельные полосочки ну и так далее также есть листва дождь снег и что-то подобное еще 2 это у нас базар здесь он состоит из 250 ассетов в общем элементные да симпатичненько тоже выглядят давайте взглянем на это карта основной здесь в общем одна карта состоит из подгрузки нескольких то есть если вы будете загружать вот этот ваеву допустим и lightning да то есть lightning будет отдельная те лампы фонари и так далее то есть все элементы освещения в fx естественно там ветер листья летающие ну и тому подобное в общем давайте запустим симуляцию сейчас он чуть-чуть притормозит потому что здесь в fx эффекты слишком слишком серьезные даже вот падение до 40 fps идет но хотя компьютера не особо слабенький здесь вот такой вот дымок туман и так далее зачем именно оттуда дует не на вот все выглядит прям шикарно шикарно вот эту локацию взять и можно свой assassin's creed запилить так давайте притормозим симуляцию поставим откроем окошечко с персонажиком посмотрим что вообще там по структуре как видите очень очень сильная так скажем сеточка прям двойная по сути почти некоторых местах даже по шейдерам как видите в fx и стены почему-то красные ладно в fx то это понятно это прозрачность и так далее вот стены почему настолько красные непонятно в общем сложненько ему поработать с этим надо посмотреть материал вообще этих стен но скорее всего есть какие-то определенные нюансы а так вообще симпатично очень даже далее у нас бруталист архитектурный офис то есть брутальный такой стиль да давайте подгрузим его так это у нас экзампл здесь тоже кстати состоит из нескольких частей видимо то есть освещение отдельно это отдельно так персонаж персонаж запускай вот такой вот офис давайте сразу на сеточку гуляния есть конечно свои нюансы ну вроде как над шейдерами постарались но стена почему-то тоже красные ладно стекла это понятно стены неизвестно так пойдем пробежимся по уровню до коллизии они кстати настроили почему я не понимаю хотя вот ну ну вроде как на продажу то можно и все человечески сделать коллизии я может и мой не ну так-то прикольно выглядит забрался там еще и выше есть как так вот такой вот офис внутри тоже есть вот как раз таки папочки фонарики столы стульчики все принципе можно брать надо посмотреть все это раздельно или нет везде идентично одинаково и забежим на второй этаж ух какой это какой уж 4 наверно здесь вообще пустота странно но там есть еще вниз можно спуститься вроде как минус какой то этаж давайте на это взглянем включили освещение небольшое ну да нет какой-то производственное помещение почему-то в офисе непонятным для чего но и здесь опять лестницы которые непонятно как за ним по ним забираться далее у нас идет модулярный гоблин различные количество внешнего вида и не некоторые виды оружия гоблин загрузится вот это виды оружия все естественно скульптингом запустим посмотрим у персонажа не так много полигонов это отлично в оружие действительно все хорошо здесь прям шикарно сейчас по этому вот все почти все отлично настроено единственно что вот что вот с этим щитом непонятно хотя здесь он нормально настроен какие-то проблемки есть вот такие вот системные анимации маг защита хит какие-то смерти да то есть удары ярость и просто походка в разные стороны вот такие внешние виды какие-то гоблины попавшие фильм одни из нас ну и плагин landscaping который может создавать в общем нам большие так скажем мир и из реального из реального мира к сожалению я его настроить так не получилось у меня потому что то интернет отказывает то еще что то какие то проблемы так сейчас разверну в общем плагин представляет себя вот это окошечко вот этой кнопочкой нажимаете открывается вот это окно здесь надо зарегистрироваться на вот этом сайте и еписги ай о выбрать необходимую локацию да естественно уже в самом приложении получается здесь он вылезет либо скачать dtm файл которым можно будет всего редактировать и уже выставить маш landscape на уровень ну и здесь бесплатные сейчас ассеты некоторые вообще недоступны в данном случае становится не знаю с эпик что там происходит в общем singularity это такой элемент который помогает принимать оплату и в общем надо тестить если вы хотите что-то своей игре продавать следующее это у нас камера шейк эдитер вы можете прямо реальном и это реал тайме так скажем посмотреть созданную вами шейк камеру вещь хорошая обязательно забирайте камеру шейк для правильной игры прям нужно triangle connect и блокчейн но естественно какой-то блокчейн я их всегда отгибаю в общем пока ничего интересного нету все все что сбыло с блокчейном чему-то вроде как умерло далее у нас dead area system это мультиплеерная штука которая в общем позволяет умирать в различных областях не знаю надо смотреть но если у вас какой-то мультиплеерный проект можете попробовать поиграться с этими элементами далее у нас magic тубом и юкей айкей точнее настраивайте в общем здесь есть тубон айкей точнее да это почти схожий аналог а в общем ну не знаю как но сама у той болной киеву здесь его нету здесь в общем это это какое-то дополнение я не знаю что из себя она представляет до этого я еще не доходил следующее это об файл диалог в общем с помощью этого плагина вы сможете подключать внешние файлы либо просматривать их в общем интересненько конечно но для какого-то приложения больше подходит вот кто-то из подписчиков мне что-то писал что он создает приложение вот кстати ему это нас скорее всего надо будет то есть не игру а именно приложение помощью которого он какие-то элементы демонстрирует создает x api плагин это в общем rs какая-то штука это видимо клауд какой-то до облачная что именно такое неизвестно в общем значит для меня не нужно так что я в это не вне к для вас все ссылки будут в описании так что смотрите скачиваете виви плагин в общем подключение метах йоман создание головы там я в общем сложное понимание что тут импортировать необходимо ну видимо до оригинал метах йоман и кастомизированный метах йоман есть какая-то детализация видимо ну да есть такое что это обрабатывается или кто это обрабатывает непонятно надо смотреть you navigation 3 0 в общем для создания менюшек и управления клавиатурой мышкой и джойсиком геймпадом точнее вот здесь кстати возьмите на заметочку чтобы можно было допустим переключаться удалить нас sky на 3 лити плеер это плеер трехмерной модуляции что это короче что нам говорит перевод перевод нам что-то не хочет ничего говорить интернет снова умер видимо виде плеер для объемных видео интересно 3d модельки может быть даже 3d модельки покружиться и типа это в плеере пока непонятно blueprint чит менеджер в общем это менеджер с помощью которого вы можете создать для своего приложения чит в общем да то есть какие-то элементы которые можете включить на время разработки да и с помощью них обходить какие-то свои нюансики да здесь все плюс плюс описывает что не нужен писать да то есть не нужно писать это видимо что-то с помощью блупринтов и какого-то элемента интерфейса starline импортер то в общем как я погуглил starline это что-то какое-то приложение для обучения не понимая что здесь она взаимодействует с андре вам в общем почитать если вам есть какой-то интерес к этому дельта каст меди и плеер дельта каст с помощью него вы можете подключить камеру веб-камеру там нельзя фотоаппарат или что там вообще подключается вы можете внедрить так скажем прямое подключение по hdmi и там дисплей порту и так далее complete open ай ай подключение открытым вот этого исходную искусственного интеллекта с помощью которого вы можете генерировать изображение аудио и модернизировать что-то интересненько вещь интересная хорошая g5 три с половиной как видим да можно подключить но не у всех есть доступ к нему есть интерес можно даже попробовать с помощью микрофона говорить возможно он будет распознавать ваш голос может быть это под вопросом но надо тестировать все это либо он здесь просто вам что-то пишет но есть какой-то аудио не знаю может быть аудио дорожки формирует далее у нас мультиплеер шутер здесь дает репликацию системы стрельбы и так далее вещь интересненькая надо посмотреть если как раз таки в основа идет мультиплеерный проект и как говорил мультиплеер это для людей которые занимаются прям каждый день и годами здесь у нас epic games dream как он там dreams до electric dreams помните они нам показывали как генерировать с процедуру контроль генерейшн вот как раз таки здесь очень объемный плагин который они как раз таки и показывали здесь вы можете генерировать все что возможно что угодно видите да у них формируется сеточка как раз таки где низменность определенно очень интересно она кстати в сплайне каком-то сплайне этот наружный сплайн это вот это кусок камней плюс травы и вот этих деревьев которые формируются ближайшими так скажем взаимодействиями вещь интересна но весит очень много порядка 70 гигабайт в поле элемент сворт такой лоупольный мечи но я не знаю хорошо что это не продается потому что здесь пиксель арт прям наихудший даже что-то видно вот что фотошопе вырезано все это здесь у нас лоупольный стайл тропикал номераунд смотрите ну прям видно что лоу поле прям конкретная но чувак конечно заморочился да все это создать и все это разукрашивать возможно здесь стоит одна текстура которая там весит не знаю его байт 200 и все модельки просто от одной текстуры разукрашивается ну и плюс вот такие вот бордеры возможно как видите бить лаура мантаин пирает платформ тики инструменты элементарь какой-то балканы вейта в общем вещи интересны для лоу поле игрушки такой быстренькой можно принципе очень заварганить мне кажется что-то интересное главное большое количество входящих ассетов в этот проект а их там 121 static mesh и 11 категорий всяких да и 127 инстансов в общем дофига 2k текстуры и так далее только и не понимаю что но там возможно 1 2k текстура как раз таки так что она больше весит чем 2 мегабайта я ошибся мега скан 3 деревья листва вот такая вот осенняя летняя очень вообще шикарно как будто реализм нравится конечно что мега сканы вообще творят но но в реальных проектах но почему нельзя их нормально использовать они прям очень сильно будет нагружать но все красиво здесь у нас получается это у нас что элементы travel и goods до путешествий и там что-то там жития в общем прикольненько возможно большая часть конечно это я хотел сказать за модели на но есть такая нюанс что возможно они из реальных элементов были созданы но не уверен симпатично дека дакагон studios у нас конечно прям и стрит бесплатными элементами молодцы так это у нас то же самое нет это 3 4 здесь в общем элементы бы туда такие вот баночки но вот для какие-нибудь таких проектов которые там заброшены и так далее принципе очень интересненько будет все это выглядеть я вот прям здесь так видно как будто это фотографировано ну и последний элемент это town and industrial город и индустрия да так скажем индустрия это наверное инструмента в общем интересненько такие пилы я один раз видел но прям не знаю в деревне где-то очень давно годах так в 90-х но элементы прикольные внешне выглядит красиво в общем на этом все пишите комментариях что вам больше из этого понравилось думаю что на этом закончим всем пока